Ребята, всем привет! Сегодня говорим об электрических водонагревателях. Для чего вообще такие приборы нужны и для чего они существуют? Скажем, если в летний период дом отключается от центральной магистрали горячего водоснабжения, то требуется обеспечить какой-то аналог этого водоснабжения. И тогда такие приборы приходят на помощь. Также бывают такие ситуации, когда поставщики услуг по подаче горячей воды заламывают такие цены, что проще пользоваться водонагревателем. И вот давайте представим такую ситуацию, что вы снимаете квартиру, в которой расположен водонагреватель, но вы ни разу не пользовались таким прибором. Это видео как раз для таких случаев. Итак, что же из себя представляет водонагреватель? Перед нами водонагреватель Гарам Терм на 50 литров. Это бачок, который умеет аккумулировать себя в воду. Устроен он по принципу термоса. У него двойная стенка. И между стенками находится изолирующий материал. Как правило, это монтажная пена. Прежде чем начать пользоваться водонагревателем, необходимо отключить центральное горячее водоснабжение. Отключаем. После этого открываем краны водонагревателя. Их два. Это впускной клапан и выпускной. Также есть предохранительный клапан. Служит он для того, чтобы в случае перегрева излишки пара и горячей воды поступали в канализацию. Он должен работать. Далее включаем водонагреватель в сеть. И поворачиваем ручку включения. Как вы можете видеть, загорелся световой индикатор. И теперь происходит нагрев воды, находящейся в водонагревателе. Ошибкой многих новичков является то, что они считают, что сразу же пойдет горячая вода после включения водонагревателя. Как правило, требуется от 40 минут до полутора часов, чтобы вода в баке прогрелась и вы могли пользоваться водонагревателем. Также уместно сказать, что водонагреватель имеет термостат. Скажем, по достижении водой температуры в 60 градусов он отключается. Но как только вы, например, попользовались данной водой, либо вода остыла вследствие естественных причин, он снова включает прибор и доводит температуру воды до желаемых 60 градусов. Вот такая вот несложная инструкция пользования водонагревателем. Переход с использования водонагревателя на использование обычной водопроводной воды происходит в обратном порядке. Надеюсь, что данное видео было полезным и интересным. Всем до новых встреч. Пока-пока.